Всем привет! С вами Алексей. 20 июля 2021 года. 20 километров от Харькова, Украина. Сейчас покажу, как развиваются растения. Топы продаж, так называемые. И все сорта, которые я предлагаю вам. Как они выглядят, как выглядит их лист. Посмотрите на него. Я считаю, что лист великолепный. Как на взрослых, так и на молодых растений. При условии тех рекомендаций, которые я вам даю. Они достаточно простые. Потому что приходит много сообщений. На вайбер и так далее. У людей проблемы. Проблемы вы понимаете. Потому что несоблюдение технологий. Она довольно таки проста. Я уже много раз об этом говорил. Кто захочет, посмотрит на канале. И увидите, скажем так, результаты. Все очень просто. Таблетка инициатора от майского жука. Какая-то защита от заморозков, если они есть. Поливы обязательно. Это самое важное всегда. Подкормки. И так далее. То есть мы следим за нашими растениями. Особенно молодыми. Итак, давайте начнем с сорта трапезунт. Вот его орешки. Значит, по поводу урожайности. Надеюсь, вам видно. Вот. Очень крупный орех. Единственное, что, ну, как бы, не рекомендуется, наверное, этот орех высаживать на открытых участках. Да, то есть у меня участки полузакрытые. То есть есть сетка, есть другие участки. Если вы высадите в открытом поле, еще и в низине, допустим, там речка рядом, то, соответственно, по молодым растениям могут быть проблемы. Этот сорт я могу рекомендовать как для себя, так и для продажи ореха. В чем смысл? Основные мои заказчики, это небольшое количество на сегодняшний день. Это 10-30 саженцев, ну, грубо говоря, да, там плюс-минус 50. И, соответственно, если у вас, ну, заработать очень много на этом не получится, но если у вас есть, скажем так, какой-то участок земли, который вы бы не хотели, чтобы он просто был закрыт бурьяном, то лучше высадить один из сортов и получать на нем результаты. Итак, сейчас будем проходиться по ряду сорта трапезунт. Я вам буду показывать результаты. Вот, и вы будете сами все видеть. Обычный уход, нет капельного полива, поливается со шлангки на этих участках. Поэтому, как бы, все хорошо от водки. Вот, будущие от водки есть. То есть, и орех, и от водки я выращиваю. Вот так вот. Это тот сорт, который многие жалуются, не растет, не плодоносит. Какие-то проблемы с ним постоянные. Ну, как видим, орех есть. Это не только у меня. Такие результаты показывают во многих регионах Украины. Люди выращивают, у них все получается. В основном это, конечно, касается полузакрытых участков. Закрытый, полузакрытый участок, этот сорт я могу рекомендовать. Вот, продвигаемся дальше. Поднимаем ветки. Огроменный орех. Такой орех будет, я уверен, пользоваться спросом на рынке. И где бы мы ни поднимали. К вопросу об урожайности. Урожайность есть. Ветки наклоняются. Вот, трапезун. Орех либо огромный, либо хорошего, крупного, средне-крупного размера. Вот. Плюс тка. И тут же сразу отводки. Вот, будущие отводки, которые будут вам присылаться. Пожалуйста. Так, хорошо. Ну что, с трапезуном разобрались, пойдем дальше. Сорт Карамановский. Он же президент. Ну, правильнее будет говорить Карамановский. Огромный орех. Круглая форма. Орехи есть. Тоже. Здравствуйте. Прекрасно себя показывают. Это были, скажем так, сорта, которые очень часто, к сожалению, подвергаются заморозкам. Возвратным заморозкам, да, в Украине. Ну, они либо высаживаются в каких-то не очень хороших условиях, либо за ними уход недостаточно хороший. Шедевр ему буквально несколько лет, уже выше меня. Давайте посмотрим орех. Вот так вот. Орех есть. Орех крупный. Пожалуйста. По шедевру то же самое. Полузакрытые, закрытые участки. Проблем у вас не должно возникать никаких при условии соблюдения агротехники. Сорт Каталонский. Молодое растение. Шикарные приросты. Уже достигают примерно моего роста. Здесь посредине еще была одна ветка. Я ее вырезал. Вот. Это осенняя посадка. Этой осенью будет две осени, как я его высадил. Однолетнее растение. Прекрасные приросты. И в этом году дал он мне сигналку крупного ореха. Результатами я доволен. Все хорошо. Сорт Галли. Тоже хорошо развивается. Тоже достаточно молодое растение. Все у него хорошо. Обратите внимание на лист. Это для противников обработок. Хотите биообработками работать. Хотите так называемой химией. Но результаты есть. Поливы. Все делает свое дело. Орех крупный. Вот такого плана. Орех есть. Результатами, в принципе, я доволен. Так что идем дальше. Сорт Лозовской шаровидный. Орех среднекрупный. Ореха много. Орех очень вкусный. С послевкусием, скажем так. Округлая форма. Хорошо бланшируется. Тоже спокойно могу рекомендовать. Для небольших участков. Чтобы засадить. Землю. Чтобы она не пустовала. Еще один сорт. Который можно рекомендовать. Спокойно. Для. Каких-то закрытых. Полузакрытых. А также открытых участков. Это сорт Боровской. Так же как и Лозовской. Шаровидный. Он является. Неприхотливый. Морозоустойчивый. И засухоустойчивый. Вот молодой штамп. Растет из растения. И как видим, уже дает результаты. Среднекрупный орех. Очень высокая урожайность. В принципе, как у всех сортов. Которые я вам показываю. Есть и крупные орехи бывают. Вот дальше покажу. В общем, я думаю, прекрасно вам все видно. Загрузка урожаем замечательная. Ореха очень-очень много. Лист скрючивается. Влагопоглощение уменьшается. И вот такие результаты. Ореха очень много. Я делал видео на своем канале. Со взрослого куста собрал 9 килограмм. И снова сорт Лозовской. Шаровидный. Неприхотливый. Морозоустойчивый. Вот такой у него орех идет. Замечательный. Возможно, даже со временем подойдет. Для кондитерки. Так как у него для этого очень хорошие показатели. Ореха очень много. Хорошего качества. Это, кстати, все, что я показываю. Вот последние пару видео. Это старые ветви. Которым уже очень много лет. Минимум 15, а то и более. Уже должна снижаться урожайность и так далее. Ну, вот то, что мы просто видим. Поднимаем ветки. И везде орех. Я понимаю, что этот год был, как бы, вы скажете, да. Там нормально все было. Дожди. Сошлись все звезды. Но, тем не менее. Лист вы видите. Лист прекрасный. Спасибо обработкам. Прекрасный сорт. Тоже очень спокойно. Можно высаживать на небольших участках. Заказывать по 10, 20, 30 штучек. Я уверен, на рынок вы, когда принесете эти орешки, они будут пользоваться тоже спросом. Так как сорта Боровской, Лазовской, Шаровидный, они очень редкие. Достаточно редкие. И купить их, ну, пока еще, скажем так, проблематично. Поэтому у этого ореха, скорее всего, на рынке конкурентов у вас пока особо не будет. Еще один, достаточно морозостойкий, неприхотливый украинский сорт. Сорт пирожок. Сейчас я покажу. Вот так вот у него орешки выглядят. Мне он напоминает небольшой трапезунт. Орех средний, крупный, крупный. Единственное, что, как бы, я его там сильно не рекламирую, потому что по загрузке у меня есть вопросы. Ну, в принципе, орех есть. Орех есть. При хорошем уходе без ореха вы не останетесь. Вот такой вот интересный сорт. Сорт пирожок. Еще сорт каталонский. Значит, вот здесь ряд каталонского я уже показывал. Он пересадился, так как как-то, ну, особо не давал ореха. Я его перевел на, скажем так, менее ответственный участок с минимальным уходом. Ну, как бы, поухаживал. Ранней осенью я его пересадил. Огромные растения, там, четырехлетки. Вот. Орех показали. На удивление некоторые развиваются нормально. Вот. Поэтому я, как бы, очень доволен такой пересадкой. Пересаживал с комом земли. Ну, конечно, корни очень сильно повреждались, однозначно. Но один из каталонских показал вот такой результат. Есть орешки. Достаточно крупные, в принципе. То есть, для моей области, я считаю, результат по-каталонскому тоже очень даже хороший. То есть, сорт показывает, что орех он может давать. Продолжаем наблюдение за этим сортом. И будем следить дальше. По морозостойкости, по заморозкоустойчивости не спешит. Можно высаживать, я считаю, все-таки на любых участках. В этом плане он хорош. Устойчивость к заболеваниям. В этом плане у него все просто замечательно. Напоследок, еще один шедевр молоденький. Замечательно развивается. Все это высаживалось вместе с вами. Обратите внимание на лист. Как выглядит лист. Это не сравнит с тем, что многие мои заказчики просто люди присылают, у которых есть проблемы, потому что недостаток ухода. Капельного полива нет. Поливается иногда со шланга. Но как бы иногда ответственно. Более-менее ответственно, скажем так. Вот, смотрим орех. Это не единственный такой куст. Такая же ситуация примерно на всех кустах. Потенциал этого сорта видно. Поэтому, в принципе, тоже могу рекомендовать на небольшие участки. И давайте подведем быстренько итоги. Если вы будете хорошо ухаживать за своими растениями. Если у вас особенно закрытые, полузакрытые участки касаются сортов. Шедевр, особенно карамановский, трапезунт. У вас все будет великолепно. Если вы сделаете все правильно, вот я делаю так и показываю вам результаты. Никакой фантастики нет на самом деле. Если вы все сделаете, все будет хорошо. Если вы сомневаетесь, можно попробовать лозовской шаровидный. Можно попробовать боровской. Там вообще полная неприхотливость. И еще лучше устойчивость к заболеваниям. Засухоустойчивость и так далее. Все сорта прекрасные. И я считаю так. Лучше иметь несколько рядов фундука на каком-то свободном участке, который у вас есть. Пусть это даже 10, 20, 30 соток. Какие-то небольшие участки. И все равно свою копеечку вы возьмете. При этом вы приложите минимальное количество усилий. Скажем так. Там надо соблюдать просто некоторые правила. Соломкой замульчировали. Видите, даже бурьян вокруг не растет. Вы его там подкосили и так далее. В общем, не сильно сложно. Поливайка. Туда-сюда. И в принципе, результаты вы получите. Обработки. И все будет хорошо. Поэтому ничего сложного нет. Фундук это все-таки, наверное, действительно растение для ленивых. Если это не касается размножения. Если вы уже собираетесь размножать. Вот отводки. Видите. Вот как растение растет и развивается. Плодоносит. И дает отводки. Тогда, конечно, да. Это тяжелый труд. Может быть, оно вам и не нужно. Если чисто на орех. Вообще без проблем, я считаю. Все сделайте. Все будет хорошо. Смотрите видео. Аи видео. Других блогеров. Мы все об этом рассказываем. Там абсолютно все не сложно. На самом деле. И это будет в любом случае, я считаю. В любом случае. Чем картошка. Которая не факт, что вырастет. Не факт, что ее не сожрет жук. И так далее. С которой тоже очень много работы. С лопатами и все остальное. Здесь немножко другая ситуация. Здесь все намного комфортнее. Скажем так. И по результатам будете очень довольны. Продукт очень полезный. Он очень вкусный. Так же, как в сыром виде. Так же, поджаренный в микроволновке. Вы получите колоссальное удовольствие. Защищает от болезни. Такой, как рак. Из него делают лекарства. Соответственно, и плоды употребляю. Вы защититесь от этой болезни в какой-то степени. А может быть даже и полностью. Поэтому очень сильно рекомендую. В конце концов, банально, это вкусно. Я где-то примерно прикидывал. Суток 20-30. Если засадить, получить нормальный урожай. Собрать его. То, в принципе, это новый айфон. Если не вам, то дочке, внучке. Сыну, внуку. Не важно. В общем, скажем так, в обиде вы не останетесь. Товар долго хранится. Соответственно, пока на ближайшее будущее я сильной конкуренции не вижу. Да, посадки идут. Посадки будут. Цена может быть. Когда-то там что-то там упадет. Но пока все в этом плане хорошо. Кому понравилось, поставьте, пожалуйста, жирный лайкосик этому видео. Подпишитесь, пожалуйста, с звенящим обязательно колокольчиком. Кому интересна тема фундука, напишите комментарий. Если что-то осталось непонятно, поделитесь с друзьями. Обязательно там внизу есть такая строчка поделиться в соцсетях. Чтобы они знали, что фундук растет и плодоносит во многих, скажем так, областях бывшего СНГ. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok